Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами снова ток-шоу «Крупным планом» и я, его ведущая, Влада Волошина. Партнеры нашей сегодняшней передачи – Армавирский техникум технологии и сервиса, магазин «Четыре сезона», медицинский центр «Платон», магазин «Тизлярские ножи» и магазин «Зет Аустлет». А тема, что год грядущий нам готовит. Мы поговорим о том, с какими результатами закончили 2012 год армавирские предприниматели и с какими надеждами и планами на ближайшее будущее они вступают в текущий год. Я хочу представить наших гостей. Наталья Маслова – начальник управления экономического развития администрации города Армавира. Елена Лавренцова – начальник отдела по развитию малого и среднего предпринимательства и инвестициям управления экономического развития администрации города Армавира. Алексей Чередниченко – исполняющий обязанности прокурора города Армавира. Раиса Кочурина, советник-председателя Армавирской торгово-промышленной палаты Кроме того, в нашей передаче принимают участие Игорь Васильев, координатор общественной организации «Опора России» Вячеслав Степанян, лидер общественной организации «Лига предпринимателей малого и среднего бизнеса» Кроме того, мы пригласили в студию и членов этих общественных организаций Прежде чем приступить к разговору, давайте посмотрим интересный сюжет Внимание на экран В советские времена работать на себя было очень сложно, а подчас и немыслимо В качестве работодателя выступало государство После развала Союза россияне получили возможность легально организовывать собственный бизнес И тогда это казалось подарком судьбы Все хотели стать предпринимателями Такое положение сохранялось довольно долго А что бы выбрали армавирцы сегодня? Работу в государственной структуре или собственное дело? Я на государственной работе работаю, так что меня это устраивает Предпринимателям тяжело Налоги и прочее На государственной надежней А свое? Ну и везде же только помехи ставятся для людей Помехи какого плана? Любого Попробуйте открыть все То нельзя, это нельзя Только все везде запреты Когда-то в глазах окружающих предприниматели представлялись богачами Счастливчиками, которые гребут деньги лопатой, при этом особо не напрягаясь Сохранилось ли это мнение по сей день? Насколько сложна, по мнению армавирцев, работа малого бизнесмена? Это очень будет сложно Очень сложно Почему? Ну вообще-то Одному ничего не сделаешь Это нужна компания Это раз А во втором, чтобы блат был где-то Вот у нас вот здесь Тогда что-то может быть А одному это задолбят И все налоги, и все остальное Поддержка какая-то оказывается Но опять же в каких-то секторах экономики, не во всех Государство тоже И налоги, и все просто Открыть предпринимательство Это тяжело, я думаю Сейчас особо государство не идет На уступки Идет, но Все равно не так Как бы хотелось Влада Волошина и Евгений Халманских В большинстве развитых стран Малое и среднее предпринимательство Настоящая основа экономики И количество мелких бизнесменов Там постоянно растет По последним данным Подавляющее большинство россиян 93% Сегодня не хотят Становиться предпринимателями А те из них Кто все-таки планирует заняться Этой деятельностью Лишь треть из них Рассчитывает добиться успеха Или улучшения условий жизни Как вы думаете С чем это связано? Раньше легче было Как бы работать все равно У меня было Своим небольшим предприятием Продуктовый магазин У меня работало 4 продавца Которых я обеспечивал Я оплачивал электроэнергию Налоги платил Сейчас 10 лет Как прошло Бизнес стал ухудшаться Потому что появились в городе Многие гиганты Продуктовый магазин Во всех областях И на малый бизнес Наше руководство Я считаю И может даже взять страну Как-то они обратили внимание Если в принципе В начале 90-х Были минимизированы налоги Было минимизировано давление Со стороны государственных структур И других структур На предпринимательство На сегодняшний день Эта проблема Стала систематизированной В чем-то В одно время Защитили В 2007-2008 году Государственной политикой Но по большому На сегодняшний день Обременение очень высокое Так называемый Можно сказать Средний бизнес Поглощает малый бизнес Малый бизнес поглощает Микробизнес Если до недавнего времени Можно было Рискованно идти Не зная куда Открывать бизнес Но не зная Каким образом Его развивать Сегодня стало очевидно Что мы уже Девляемся частью Мировой экономики Конкуренция стала Очень острая Новая техника Технологическое развитие Диктует Постоянное обновление Знаний То, чего К сожалению Наши предприниматели До сих пор не понимают У меня Сейчас статья С российской газеты От 15 числа Этого месяца Вот небольшая выдержка Здесь Статья называется Россияне Избавляются от бизнеса По данным Налоговой службы Только за декабрь Прошлого года И январь Нынешнего года С учета снялось 208 тысяч Индивидуальных предпринимателей На сегодняшний день Очень многих волнует Повышение налога Это индивидуальных Предпринимателей Самозанятых И говорить о том Что предпринимательство У нас в стране Прекращает свою деятельность Нет, она не прекращает Свою деятельность Она начинает адаптироваться И адаптироваться Она у нас начинает Несколько в другую сторону Невыгодную для государства Мы обязательно эту тему Затронем более подробно Спасибо В нашей студии Есть немало предпринимателей Которые занимаются Своим делом Достаточно давно Хочу обратиться к ним Что вы можете сказать О динамике развития Малого бизнеса В нашем городе В городе Армавире Меняется ли характер проблем Становится ли легче работать Лично я как производственник Мне стало тяжело работать Потому что С нового года В два раза нам подняли Налоги на землю То есть Как объясняет администрация Это как была льгота для нас То есть Нас сравняли сейчас Предпринимателей Производственников С магазинами Которые находятся На более ходовых улицах А мы где-то Находимся на промышленной зоне И платим фактически Такие же налоги Как с магазином То есть Производство на сегодняшний день Падает Я считаю Что основная проблема Сегодняшнего государства Это отсутствие поддержки Малого бизнеса То есть В принципе Невозможно начать Не знаю вообще Как это начинать Нет информационной поддержки Полностью Информационный вакуум О том Чем можно заниматься Где себя можно применить И как это все реализовать В принципе Все живем в Армавире Мы видим о том Что мы превратились Из промышленных В торговые Практически промышленность Мы уже потеряли Если не сказать Что остались остатки За которые сейчас Не администрация Никто не борется И в том числе И предприниматели Не борются Потому что Они пока считают Что наверное Виноват кто-то другой И с ним бороться Нет способов Мы недавно Столкнулись с Например Инвестиционным проектом Которого население Абсолютно не представляют Не знают И даже предприниматели В шоке о том Что это инвестиционный проект Это не для малого бизнеса А мы его не знаем Даже будучи Общественными организациями Мы которые должны Проводить Ну масса вопросов Которые На сегодняшний день В городе присутствуют И не позволяют Нашему городу Не то что сохранять То что есть А Тут трудно даже Говорить о развитии Я хочу обратиться К нашим официальным гостям Как вы считаете Действительно Неназванные проблемы Существуют Какова их причина И как с ними бороться Мы не должны забывать Что сегодня у нас Рыночная экономика И мы никогда Наш закон Не позволит Ограничить Производство Того или иного товара Реализацию Того или иного товара Захотите вы сегодня Все производить Продукты питания И закон вам Это разрешит Рынок Купят лучшее Купят качественное И если мы с вами Сегодня внимательно Смотрели Вот посмотрели Наши горожан И вот один мужчина Говорит Одному тяжело Какой выход Мы сегодня видим Что Сегодня заходят Те же торговые предприятия Сетевики И выход Конечно На мой взгляд У вас Это естественное Объединение Если мы вспомним Даже до наших Как бы До Послеревекционные времена Остановления Нашего государства Этот НЕТ наш То есть Когда были Маленькие Маленькие предприятия Там и так далее И так далее Но они пришли К чему К укропнению Какие-то ограничения Запреты На тот или иной Вид товара На его производство На его реализацию Ни один закон Этого Как бы Не позволит Если рассматривать Динамику Динамику Развитие предпринимательства Это очень значимая Это очень значимая цифра Если рассматривать Проблемы Которые существуют В бизнесе Я бы не говорила Только о проблемах Налогообложения И проблемах Власти Власти не бывает Наверное Ни много ни мало Власти та Которая позволена Сегодня законодательством Вот Но Никто не говорит О проблемах Тех кадров Которые сегодня Существуют Потому что Обращаются Очень много Предпринимателей Которые не могут Себе подобрать Профессиональных И хорошо подготовленных Кадрах Никто не говорит О той нечестной Конкуренции Которая сегодня Существует Но самое главное Что я хотела сказать То что Произвести Это Не Сама цель Это нужно Все еще Продать Уметь продать Поэтому конечно Здесь и Прежде всего Влияет на все Тот спрос Спрос который Сегодня Потребитель Выставляет Тем кто Производит Продукцию Вот прозвучало У нас тут Замечание Что как бы Для предпринимателей Не организовано Обучение Нет доступа К информации Нет такого Чтобы кто-то Помог предпринимателю Выбрать сферу Деятельности Действительно ли это так Или может быть Все-таки Что-то делается В этом направлении Можно Да я хочу О чем сказать Вот Буквально на днях Праздновали мы 25-летие Нашего прекрасного Учебного заведения Это наш Скибит Вы вот сходите туда Посмотрите Я часто там бываю Вот как бы Это идея Оксаева Был у нас такой Знаменитый человек Все вы его знаете И вот посмотрите Это как бы Единственный вуз Северокавказский Который как бы Направлен Сегодня Именно на Как бы Практические Технические навыки В деле бизнеса Понятно Я не знаю Проблема Проблема В рамках этой поддержки Обучение Приходится Производить С отрывом От рабочего места Поэтому Глава города В этом году Вышел с инициативой Чтобы данная программа Работала непосредственно На территории города Армавира И такое уже Такая заявка Такое обращение Было направлено Поэтому мы надеемся Что нас услышат Чтобы непосредственно Здесь Даже может быть И с учетом Данного вуза Потому что Очень действительно Хорошая база Это было организовано В Армавире Спасибо Прежде чем Мы продолжим разговор Хочу предложить Вашему вниманию Еще один Интересный сюжет Раньше в магазине Сергея Шаховцова Продавались продукты Торговля шла бойко Но потом Рядом выросло Два супермаркета И Сергею Пришлось осваивать Другой бизнес Едва предприниматель Освоился И начал получать доход Оказалось Что расходов У него теперь Будет в несколько раз больше С 2013 года Резко увеличились Отчисления В пенсионный фонд Мы как говорится Экономим на всем На свет Ну свет Газ Вода Потому что Это очень дорого Коммунальные услуги Вы сейчас видите У меня прохладно Потому что Мы как говорится Держимся за этот бизнес Потому что Я в возрасте Допустим Многие предприниматели В возрасте Не имеют возможности Пойти на предприятие Я как предприниматель Даже некоторым В долг даем Все Чтобы человек Мог проводить Последний путь И у нас получается Еще как бы Душа В этом году Индивидуальные предприниматели У которых нет наемных работников Были неприятно удивлены Суммой обязательных платежей В пенсионный фонд Она стала одинаковой Для всех бизнесменов Перестала зависеть От их заработка И увеличилась Более чем вдвое В пенсионный фонд Это будет 32 479 рублей 20 копеек Федеральный фонд Обязательного медицинского страхования Это будет 3 185 рублей 46 копеек То есть Общая сумма Составит 35 664 рубля 66 копеек Повышение отчислений Стало главной темой Заседания Совета предпринимателей У многих армавирских бизнесменов Доходы и так невысоки А тут еще Такие сюрпризы Люди начали закрывать Малые предприятия Решили, что сдать свидетельство Единственный выход Предпринимателю надо платить Пенсионный фонд Надо платить налоги Они сдают И уходят в тень На самом деле Что Грозит тому предпринимателю Который продолжает На сегодняшний день Заниматься предпринимательной Телескодельцей Незаконно Заплатить всего лишь 500 рублей штрафа За незаконную предпринимательность Обеспокоены и сотрудники Администрации Армавира Мало того, что в городе Увеличивается количество Нелегальных бизнесменов Так еще и бюджет Не дополучит налоги Что означает Сворачивание социальных программ Участники заседания Решили составить Коллективное обращение И направить его Депутатам Государственной Думы В надежде, что в закон Будут внесены поправки Армавирским предпринимателям Они советуют пока Не платить пенсионные взносы В любом случае У них есть время До 31 декабря Влада Волошина Александр Романовский Специалисты говорят, что в России Малый бизнес всегда был Подчерицей властей Он страдает в первую очередь От решений и государственных И муниципальных органов Основная причина в том, что Малый бизнес якобы плохо Лоббирует свои интересы Вот в нашем сюжете Мы сейчас увидели Пример Отстаивания Попытки отстаивания Своих интересов На федеральном уровне Верите ли вы Успех подобных Инициатив И почему? Сюжет, который вы показывали Это первый раз Когда администрация Которая тоже входит В состав совета Там чиновники Находятся немало Значит, первый раз Когда совместно С предпринимателем Пытались принимать Такое решение По большому Эта инициатива была От администрации Потому что Первый раз мы почувствовали Что о нас Пробуют думать Мы были удивлены Я так как член совета Я тоже был Очень крайне удивлен Хотел порадоваться Но потом выяснилось Что основная проблема Возникла у них В том Что это большая часть Бюджетных поступлений И они теперь за это Готовы защитить Малый бизнес Это приятно слышать Но мне кажется Это не будет Не столь эффективно На самом деле Интересы малого Ровно как и среднего бизнеса Можно и нужно Лоббировать Через своих Представителей Законодательных органов Ну например Вот по Союзу машиностроителей Мы смогли провести Практически 20 человек В Государственную Думу По всей России Вот И путем этого Мы добились Ну по крайней мере Ввели утилизационный сбор На легковые автомобили Тем самым Автоваз спасли Сейчас Пролоббировали Думаем Что доведем это до конца Наше сельхоз Машиностроение Будем спасать Таким образом На местном уровне Вот к примеру Через совет директоров Города Армавира Мы все таки Добились льготы У депутатов И администрации По земельному налогу Ровно в два раза Мы платили в два раза меньше Чем платила Ну платили все Как бы Другие субъекты Предпринимательства Да Настало время Когда Федерация Изменила Правила бюджетные Вот И По всей стране Не только в Армавире По всей стране Ровно Увеличилась Арендная плата По земле По промышленности Вот Это Ну Крайне неприятный процесс Но очень объективный Потому что бюджеты пустые Это правило Устанавливает федерация То есть Когда у нас Забирают все деньги А потом Какую-то часть Отдают городу То есть Ну можно с этим бороться Да можно Надо избирать своих представителей В городскую думу В законодательство Собрания края В депутатах Ну в депутаты Госдумы И таким образом Решать массу своих вопросов Все что касается Той бремени Которая Сегодня Увеличилась На предпринимателей Действительно Она Хоть и Весомая В два раза Но Нельзя забывать Что Мы все Мечтаем И думаем И желаем В будущем Иметь хорошую пенсию Сегодня и пенсион Значит бюджет В том числе и пуст Поэтому Это сделано Только лишь с той целью Чтобы привязывать В первую очередь Отчисления на пенсионный фонд К минимальному размеру Оплаты труда Но В то же время Необходимо понимать Что Предприниматели Сегодня Законодательство Налоговое Разрешает Эти суммы Вставить на уменьшение С уплаты Единого налога Или упрошенного налога То есть Здесь идет По сути Перераспределение Бюджетных средств То что Государство Не хватает денег На наши будущие пенсии Получается Что нас опять Приглашает Светлое будущее Хотя В настоящем Мы кое-как Концы с концами сводим Поэтому Зачем нам Такое светлое будущее Да Есть серьезный Вопрос О том Что будет С нашей пенсионной Системой В стране И В общем-то Нет Четкого представления Что же делать Но что-то делать надо И решения Были приняты И уже сейчас Видно Что они были Не до конца Продуманы И спрогнозированы Тот Выигрыш Который получает Медсионная система Исчисляется Процентами Не более того То есть На каждом уровне Надо что-то предпринимать Потому что Ситуация Сама собой Лучше не станет По всему миру Малый бизнес Испытывает проблемы И здесь Мне кажется Что в нашем городе Первое слово И пример Должна подать Администрация И депутаты Города Опора России Собирает Подписи К обращению Шувалова На очередную встречу Которую пойдет Наш президент Опора России Бричалов Александр Вот Хотелось бы верить Что все-таки Нас услышат А вот после Этой встречи Мы тогда увидим На самом деле Правительство Обеспокоено Теми проблемами Которые происходят У нас с предпринимателями Или же все-таки Это останется Просто надеждой Спасибо Сегодня в нашей студии Присутствуют Представители администрации Города Представители Торгово-промышленной палаты И я хочу обратиться к ним Вот в данной ситуации Готова ли власть Объединиться с народом Что называется И что мы собственно Будем делать Если все останется На тех же самых местах Не ждет ли город Сворачивание Социальных программ Из-за того Что бюджет Не дополучит налоги Сегодня Единый налог На вмененный доход Который поступает В бюджет города В общем объеме доходов Составляет не более 4% Чуть меньше Если мы затрагиваем Ту категорию Предпринимателей Которая была Получает Дополнительную нагрузку По Небюджетным фондам По платежам Во внебюджетные фонды То эта доля еще меньше Она примерно 2,5% Поэтому говорить О сворачивании Каких-то социальных программ И каком-то критическом Состоянии бюджета В связи с этим Но абсолютно Это неправомерно Поэтому На сегодня Мы рассматриваем Если ситуацию 2013 года То по данным Налоговой инспекции Снялось 192 предпринимателя Снялось столько же Сколько снималось И в предыдущие годы Просто сегодня Чуть меньше предпринимателей Стало на налоговый учет Опять же Если мы рассматриваем Пенсионную систему То повысив Взносы В пенсионный фонд Законодательство Сегодня позволило Данным предпринимателям 100% Принимать льготу По снижению ЕНВД Поэтому Здесь прозвучала Фраза О том Что не надо Платить пенсионные взносы Подождите до 31 декабря Опять же В законодательство Были внесены изменения Когда эти вычеты Могут применяться По налоговому периоду Непосредственно Уплаченные В этом налоговом периоде Поэтому Это тоже нужно Принимать во внимание Сейчас Как бы Просказала фраза Что власти нужно Объединиться с народом Ну давайте Наша городская дума А разве это не наш народ Ну мы же выбрали его И Хорошо или плохо Он работает Давайте Посмотрим Такой момент Я вот не помню В городе Ну за 20 лет Чтобы мы Депутата Отозвали За то Что он Неактивно Проводит В жизнь Мнение Избирателей Наших горожан Никогда Этого не было Это что Согласие с его Успешной работой Или как бы Безразличие Вот здесь Тоже нужно Посмотреть Выбрали вы Депутата Иванова Петрова Сидорова Ну и спрашивайте С него Не хочет он Работать думу Не является На заседание Думы Есть такие у нас Знаете Которые вообще Там не ходят Я хожу на думы Иногда Ну и Отзабить ее Сказали Нет механизмов Нет программ Есть программы Есть механизмы Вся беда В том Что они Не реализуются Прежде всего Обидятся на меня Не обидятся Местные руководители Именно на местах В регионе И на территории Муниципальных образований И я не могу Согласиться С прокурором города В том плане Что мы сами Не совсем сами активны Вот поговорили Повозмущались И пошли каждый По своим углам Но сейчас Настало время Когда нам нужно Защищаться От наступления Внешнего капитала Защищать свою собственность Ну и естественно И вот это Налоговое бремя Надо тоже выходить С предложениями И Вносить свои инициативы А почему Не создать комиссию Ведь мы давно забыли О том Что есть такое понятие Как общественный контроль Почему его Не используют Опять-таки С привлечением Того же депутатского корпуса Спасибо Спасибо всем А мы прервемся Для короткой рекламы Спасибо всем Спасибо 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 Субтитры подогнал «Симон»